Кто и когда признает Путина и нелегитимным, и нелегальным? Что говорит Польша Вашингтону и к чему призывает нашего вечного героя наших разговоров Майка Джонсона? Об этом и не только будем разговаривать прямо сейчас, как всегда традиционно еженедельно Ирина Узлова. С вами, а со мной Юрий Рашкин, общественный и политичный деятель прямо из Соединенных Штатов Америки, а также депутата Кружного Собрания Округа Рог в штате Висконсин. Юрий, от души приветствую, рада видеть. Рад видеть Вас, Ирина, приветствую Вас и Ваших зрителей. Слава Украине! Героям нашим слава завжды приемно вид Вас чути. Дуже дякую. Более 50 стран-участниц ООН осудили так называемые выборы президента Российской Федерации. Соединенные Штаты тоже говорят в лице Матью Миллера, известного нам, знакомого, что не будут признавать совершенно законность и результаты этих эффективных выборов, особенно проводимых на временно оккупированных территориях Украины. Тут да, тут вносят ясность, что не будут признавать проведенные на временно оккупированных. Но Юрий, конечно, интересует нас, чтобы не признали в принципе вообще этот весь фарс, где Путин рисует себе 85% беспрецедентной, как будто бы поддержки которой нет на самом деле. И вот политолог Иван Преображенский говорит, что мы и часть оппозиции российской требуют от западных политиков, чтобы вообще не признавали результаты нынешних выборов. Но все его общение с политиками, в частности европейские, говорит о том, что они с одной стороны готовы не признать сами выборы, но они готовы признать, что Путин был избран незаконно, но при этом они не готовы разрывать с ним отношения, потому что они считают, что он легитимен, ведь большая часть населения России его признает. И поэтому с середины марта Путин будет нелегален, но легитимен. Ну как это так оно не бьется? И возможно в Штатах есть решимость признать его и нелегальным, и нелегитимным. Я с интересом наблюдаю процесс выборов в России, потому что это не связано с выборами, это не связано с политикой, это связано с тем, как утверждается на людях диктатура. И в этом смысле интересно наблюдать, что раньше они хотели, чтобы у людей было какое-то ощущение удовлетворенности, а сейчас они хотят всем показать, что люди их поддерживают, и люди их боятся, и люди за них. Но показать уже не людям, а куда-то за границу, другим, это имеет как бы... или запугать еще дальше своих. Но это как бы как строится система, построенная не демократически, а через систему секретной полиции. Это прогрессирует, это интересно наблюдать. С другой стороны, конечно, это не выборы, и признавать это выборами, признавать это легитимным невозможно. И уже политики троллят Путина, поздравляя его, Мишел, как мой доппелгангер из Европейского Союза, который сказал, что поздравляю Путина уже с досрочно выигранными выборами, ленд-слайд, невыборов там, ничего. То есть его троллят, это шутка. Потому что он издевается, потому что Путин издевается над выборами, поэтому мы подшучиваем, потролливаем над Путиным. И, как сказал генерал Ходжес, что не перестанут общаться с дипломатами, не перестанут они общаться с ними, потому что это угроза, потому что им можно сказать, что Путин нелегитимен, но нельзя перестать игнорировать, сказать, он нелегитимен, тогда все, как бы России нет, ура, мы победили. Это не функционирует, поэтому нужно продолжать думать о том, какие планы они строят, и часть этих планов, это дипломатическая война, которая ведется от лица так называемого государства, и считают люди, что это легитимно или нет. Люди в России будут все равно следовать указаниям этого царя Путина, или президента, или как бы он их, хана, неважно, как он себя называет, будут следовать его инструкциям, которые идут из телевизора. Поэтому это просто система, наоборот, которая в Соединенных Штатах трудно понять. Обсуждается, что происходит. Говорят о том, что, знаете, вот россияне, вроде бы, есть выборы, мы привыкли видеть слово «выборы», но это что-то очень не похоже на «выборы». Другого кандидата убили или отстранили от выборов, никакой оппозиции нет, вообще страна в состоянии войны. Интервьюирует какую-то пару на оккупированных территориях, мне интересно вообще, как туда добрались, и они говорят «мы за Путина». Такое ощущение, что, может, по скайпу нашли. «Мы за Путина, и все хорошо, и так, и надо». И после этого говорят, и они сидят, и пьют свою водку, и едят соленые огурцы. Ну, это вот, значит, такая Россия, такой электорат, и такая у них ситуация. Поэтому признавать Путина никто его всерьез не признает. А то, что с ним нужно все равно разбираться, с ним будут продолжать разбираться, как просто еще более враждебным, открытым враждебным режимом, который не скрывает своей враждебности к Америке и Западу. Но если бы его все-таки признали на законодательном, на официальном уровне нелегальным и нелегитимным, это повлекло бы какие-то более острые и решительные последствия. Потому что, в принципе, тут припоминается самопровозглашенный диктатор Лукашенко. Его не признают нигде в цивилизованном мире и называют именно самопровозглашенным. Но это же, да он даже под санкциями меньше, чем Российская Федерация. Как-то вроде даже это не запускает процессы. Поэтому какие должны быть изоляционные действия, которые бы точно показали Путину, что он уже полный ноль или минус ноль на международной арене? Насколько мы можем доказать Путину то, во что он не верит, тем, что признав его легитимным или нелегитимным, я не думаю, что это решит эту проблему в принципе. Потому что он просто ждет, когда его агент в США выиграет выборы, ему нужно досидеть до этого момента или на следующей, в другой стране какой-нибудь отморозок выиграет выборы. И Путину просто нужно всех пересидеть, поэтому сказать, что для него это важное качество и произвести впечатление, нет. Вообще непонятно, зачем это делается. Потому что на Западе никто как бы не покупается на эту идею. Выглядит странно. Поэтому да, было бы хорошо, если бы Россия была на уровне Белоруссии. Мне кажется, она более чем заслуживает. Такого к ней отношения. И, возможно, сейчас последует такое... Как бы, а какие риски? А почему бы и нет? Мы что, тогда потеряем какой-то важный импорт из России? Какие-то матрешки, которых мы не получим? Если мы призваны... Чем нас может тут... Какие могут быть против нас последствия, учитывая, что мы уже передаем такое количество... Передали, простите. Такое количество оружия в Украине, что какие санкции могут возместить тот ущерб, который был нанесен американским оружием, то, что там 400 тысяч российских граждан уничтожены. Это какой удар по самолюбию Путина? То есть как-то разные вещи мы сравниваем. А то, что Соединенные Штаты, возможно, не признают и повысят уровень санкций, это просто... Я тут доверяю Госдепартаменту, и при этом мне нравится давление, чтобы они чувствовали, что есть давление, что не надо признавать Путина легитимным. А после этого пусть они решают, что они считают лучшим для того, чтобы помочь Украине. Если они считают, что лучше Путина признать террористом. Потому что, в принципе, не то чтобы... Мне кажется, против Лукашенко меньше обвинений, чем против Путина. По крайней мере, за похищение украинских детей Лукашенко не хотят в международном суде. Поэтому, в каком-то смысле, санкции и угрозы для лично Путина, может быть, даже превышены уголовным судом, чем не признание его нелегитимности. Да и вообще тогда, что делать дальше? Закрывать посольство, говорить, что мы... Опять возвращаемся к тому, что мы пытаемся сделать вид, что Россия не существует. Это очень хорошо. И что она там развалится еще, надо об этом почаще говорить. И, может, так оно и произойдет. Юрий, между тем, как вы полагаете, насколько удивлены или растеряны в Кремле от того, что они и мы с вами сейчас видим, от того, что взрываются избирательные участки. По меньшей мере, 30 за два дня вот таких было ситуаций. Обливается все зеленкой, чернилами. Готовится акция полдень против Путина. Будут выходить люди. Они ведь не ожидали вот такого саботажа и диверсии, как они это называют, со стороны российского населения, которое, наверное, должно было ползти на избирательные участки, и показывать, как оно верно царю. А участки полупустые, если не больше. А те, кто приходят, устраивают, в принципе, праздничное настроение для Путина. Фаер-шоу. Знаете, учитывая традиции, любовь на России к варварству и варварскому поведению, можно сказать, что это просто часть той же славной традиции уничтожения всего государственного. им принесли что-то, сказали, вот голосуйте в эту урну. Они ее взяли и подожгли. Ну, хорошо. Вот так они выражают свое недовольство. Потому что что у них осталось? Билы, грабли, факелы. И пойти на замок в какой-то момент и утопиться в моту. Посмотрим. По идее, система выборов должна работать, ну, кардинально по-другому, чем нам пытаются сейчас продать российское государство. Это вот когда авторитарная власть пытается симулировать демократию, то результаты непредсказуемы. У нас, например, в Соединенных Штатах можно говорить, что украли голоса, украли выборы, но чтобы кто-то пришел и поджег место выборов, такого мы еще не наблюдали. Потому что, в принципе, это святое право человека. Там работают люди, которые занимаются демократией, насколько они это могут, иногда волонтеры. То есть это совсем другой подход. А здесь это просто еще одно из щупалец этого государства, которое пытается дотянуться и каким-то образом проконтролировать государство, которое отбивается от всех, от себя, от государства. И то, что они иногда уничтожают, наверное, там еще и, так сказать, другие вещи, возможно, сделали, отходы на таких пунктах, возможно, что-то не засняли. Проблема в том, что в Соединенных Штатах это наблюдается и говорят, ну, смотрите, там есть призывы к демократии, там есть какое-то противостояние, а там просто, ну, я не знаю, почти партизанская война идет, в каком-то смысле, против этой власти, каждый сам за себя. Поэтому в Соединенных Штатах, к сожалению, возможно, такая переоценка значимости таких протестов. Но без таких протестов вообще было бы страшно. По крайней мере, мы знаем, что у них еще какие-то, так сказать, желания выжить, желания протестовать, что-то там еще бьет ток каким-то образом. Но это вяло и непонятно, в какую сторону, и за кого это, против кого это. Может быть, это люди, которые считают, что нужно больше войск посылать в Украину, а они считают, что Путин слишком либерален. Мы не знаем ничего из того, что происходит, кроме того, что в этом обезьяннике начались бунты. Прекрасно. Это, видимо, в принципе, важное начало этого процесса развала, потому что, опять же, американцы и весь Запад ждет, когда Россия начнет разваливаться из-за того, как она живет, как она держится. Вся эта культурка должна развалиться, потому что она не может долго существовать. Но она продолжает, она самовозгорается, она взрывается, почему-то проводит выборы. И я не вижу в этом ничего, кроме еще одного, как бы, ну, вот вонь оттуда идет, и на выборах тоже. Но это бунт, это назревающий бунт, и мне интересно, когда это выплеснется в какую-то агрессию. Мне кажется, что из-за того, что протесты в России проходили так мирно, что создалось впечатление и ощущение, что, видимо, русские бунтуют только мирно. А мне кажется, что это кардинально неправильно. Просто они еще не дошли до того состояния, когда они вот вошли в состоянии пунта. А мне кажется, они к этому ближе, чем многие подозревают. Видя вот такие, все равно так или иначе, возможно, докладывают ситуации. Безысходность. Видя то, что можно спиваться только столько времени, пока ты не подумаешь, что что-то же с этой жизнью надо сделать, что зачем-то надо жить. Потому что, если у тебя могут все забрать, тебя могут уничтожить. Я смотрю эти интервью с этими женами, которые за своих мужей, которые вот оккупанты в России. Ну, у жены какие-то еще какие-то человеческие качества. Она пытается протестовать. Они видят, что это никуда не идет. Они могут себе рассказывать, что это героическая смерть и все, что угодно. Но это все равно никуда не идет. Это тупик. И вот поэтому они должны быть какие-то взрывы, какие-то вспышки протеста. Вот они и выходили. Это каждую субботу. И на акции «Полдень против Путина» также решили принять участие тяжелые мобилизованных. Граница прорывается. Российская тоже весьма активно. И города, населенные пункты, пусть небольшие, но тем не менее села сейчас уже уходят из подкремлевской власти. Поджигаются участки, поджигаются нефтебазы. Мне вот интересно, в этом всем, при этих всех условиях Путин действительно думает, что у него 85% поддержки будет? Или ему, в принципе, с высокой горы на то, насколько на самом деле из этих 85% правды, возможно, 5, если, или чуть больше, а просто сохранить вот себя, зацементировать в этом кресле, да, и пусть поджигают, пусть прорывают, и что? Он же где-то там в бункере. Ну да, страна один большой Хабаровск. Они там могут протестовать, ходить месяцами, хороводы, что угодно. Но ему все равно, потому что, смотрите, как он проголосовал. Вышел, нажал на одну кнопочку, всем помахал. Все. Это все, что нужно диктатору для того, чтобы сделать вид. Ему, да, я, видимо, не забуду, как российский экономический эксперт в дискуссии, теледискуссии со мной заявил, что у Ким Чен Кин выше поддержка, чем у Джо Байдена. Это интересная идея. Он действительно выше. И я думаю, что, возможно, Путин хочет посоревноваться с другими диктаторами. Но там, понимаете, насколько я понимаю систему диктатуры, нельзя сразу диктатору дать 100%, потому что выше некуда. Поэтому нужно оставить себе на следующие выборы, какое-то пространство. Поэтому я подозреваю, что он выиграет, я не знаю, 85% голосов и 70% явки. Но это можно делать такие, знаете, предсказания, а потом надеяться выиграть какую-нибудь шоколадку. Потому что какая разница? Большого смысла в этом нет. Ему все равно. Мы на это смотрим как не какое-то спортивное состязание, а это люди, которые соревнуются за то, чтобы их Путин больше любил. Это приписки, это вообще какой-то фарс сталинского периода. Ну, вот они проводят так себе, так себе они хотят это провести. Да. Я просто не могу себе представить, чтобы Путин говорил, ох, знаете, я хотел бы 51%, вот только набрать большинство, это бы все, я бы тогда за еще 6 лет показал бы людям, что я могу сделать. но это в политике говорят, вы либо избираетесь в страхе, либо вы избираетесь без оппозиции. И Путин не избирается в страхе, он избирается без оппозиции. Да, это правда. И без вообще, и без выбора. Выбор без выбора, вот такой он. Путин бандит, что с него взять, это говорю не только я, не только мы, это говорит Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки, у которого меньше поддержка, чем у Путина и Ким Чен Ина, потому что она правдивая, а не нарисованная. Это имели в виду, конечно же, потому что нарисовать можно и 146% поддержки, как шутит российская оппозиционерка Ольга Курносова, часто это уже моя гостья. Говорит, 146% как раз хорошо будет, чтобы не много и не мало. Так вот Байден во время обеда друзей Ирландии заявил, там был и Мак Джонсон, что Конгресс США должен немедленно одобриться на проект, предусматривающий помощь Украине. Говорит, сколько уже можно до Колли, надо Путину показать, что он должен проиграть, потому что Путин бандит. Дональд Туск уже просто-таки обращается, премьер-министр Польши, к Майку Джонсон и говорит, посмотрите на Одессу, Майк Джонсон, сколько еще аргументов нужно для принятия решения. Одесса просто, действительно, с начала марта уже несколько вот таких кровавых атак, обстрелов баллистикой, дронами, жертвы среди мирного населения, детей, младенцев, женщин, спасателей, фельдшеров. Это просто ужас. Но Майк Джонсон на своем стоит, он, конечно, никуда не спешит, и он ожидает, пишет Политико, что законопроект о дополнительном финансировании помощи Украине будет одобрен голосами конгрессменов от демократической партии. Вот туда, как бы, посылает. В то же время демократы во вторник 12 марта начали сбор подписей в рамках процедуры, которая поможет заставить палату проголосовать за помощь Украине, несмотря на нежелание Джонсона как можно быстрее выставить этот проект на голосование. Очень много позиций снова в этом вопросе. Юрий, что происходит? Подскажите нам, пожалуйста, что или кто может действительно открыть глаза Джонсону и все-таки заставить его действовать не только в собственных трамповских, исходя из этого и пропутинских интересах? Перед тем, как я обсужу Джонсона, потому что это важно и там есть достаточно простые тенденции, которые мы обсудим и которые, я думаю, зрители поймут, что происходит, потому что это выглядит как запутанно. Я хочу сказать, у нас сейчас разваливается страна, не наша страна, а рядом с нами, называется Гаити. Это страна, в которой сейчас захватили власть банды, там государства нету, их министры какой-то пытаются договориться о том, чтобы полицейские из Кении приехали и навели какой-то порядок в Гаити, но кому они будут подчиняться, и страна развалена. Что происходит в такой стране? Люди оттуда бегут в Соединенные Штаты, и теперь Флорида ожидают, что у них будет больше Гаити, новоприбывших, эмигрантов, и вот это часть того, что происходит, когда разваливается государство, и это видят просто перед нашими глазами, когда наш корреспондент едет, в него стреляют, это вот, вот что происходит, когда разваливается страна. Мы не можем допустить, чтобы произошел развал государства, и несмотря на то, что даже Бен Ходжес считает, что Украина выстоит в 2024 году, он считает, что ситуация тяжелая, нужно помогать больше срочно, но он считает, что Украина выстоит в 2024 году, честно говоря, в каком-то смысле это уже замечательно как бы, так сказать, оставить такую планку, потому что, опять же, Гаити, и это видно у нас перед глазами. В это время Джонсон пытается сделать какую-то хорошую мину при очень плохой игре. У него разваливается его коалиция, или он видит, что собираются подписи, что может получиться ситуация, когда будет проведена помощь Украине в обход него. Это означает в обход Трампа, это означает конфликт в республиканской партии. Было очень интересное высказывание конгрессмен Джо Уолш, он был республиканцем и, значит, ушел от них в 2018 году. Он сказал, когда я сказал, что я отвергаю трампизм, я уничтожил свою политическую карьеру, потому что теперь я не могу избираться в республиканской партии непонятно до какого времени. И это реальность для республиканских политиков, которые, с одной стороны, видят, что нужно помочь Украине, что это невероятно важно, что это престиж Соединенных Штатов, что весь мир тыкает нас в носом, несмотря на то, что Трамп люди говорят, что весь мир над нами смеется, но весь мир смеется только в ужасе время нужно проводить помощь Украине. Все об этом говорят. И я даже напомню здесь, потому что я сижу здесь у замечательного художника казахского, американского Каната Ибракмилова, который замечательно выходит даже с протестами по этому поводу. И надеюсь, что он к нам сейчас присоединится через секунду. Но спикер Джонсон, из-за того, что он понимает, что он сейчас проиграет, он пытается делать другой вариант, чтобы поставить помощь Украине и помощь Израилю отдельно. Интересно. Это значит, он пытается придумать такой способ, чтобы помочь своей фракции как-то выжить, а не развалиться полностью. Посмотрим. Это хорошие слова, но учитывая, что он занимается в основном задержкой, доверия к нему нет никакого. И то, что спикер Джонсон это делает и задерживает, и он будет это делать. республиканцы, которые хотят пойти в несогласие с Трампом и пытаются избежать этой конфликтной ситуации и придумать какой-то другой способ, который не поставит их в прямой конфликт с Трампом. Что произойдет в данный момент с этой помощью? Я ожидаю, что в течение недели или двух мы увидим какое-то голосование, потому что действительно ситуация затягивается. Но Джонсон опять может увести их всех на отпуск и не дать им опять голосовать. Мне интересно то, что помощь Израилю и Украине теперь, если их разделять, то это может создать, возможно, больше проблем для Израиля, чем для Украины. Потому что то, что произошло с Израилем и Газой за последние шесть месяцев, очень отличается от того, что произошло в Украине. И поэтому помощь, которую сейчас возможно еще даже больше республиканцев будет проголосовать, помочь Украине, возможно будет больше вопросов у демократов, особенно по поводу помощи Израилю, и это то, что может быть использовано республиканцами потом на выборах, в использовании, учитывая, что у них не осталось никаких карт. Поэтому тут есть определенные политические моменты, которые они пытаются провести, но главное, что они чувствуют, что они проигрывают. Джонсон чувствует, что он проигрывает эту битву, и он пытается отступить. И отступить каким-то образом, чтобы не полностью проиграть, чтобы не потерять свою позицию. Черт подери, Маджери Тейлор Грин обещала ему, что она снимет его как спикера, поставит его кандидатуру на голосование, если он поставит помощь Украине. Соответственно, голосование. Соответственно, это будет спикер, который, но это уже действительно последний год, и Маккарти, и Джонсон, они могут провести только благодаря демократическим голосам. Им приходится строить эти ситуативные коалиции, и то же самое происходит сейчас и по поводу помощи Украине, и, возможно, само существование спикера Джонсона будет продолжаться до конца этого года наш, как демократов, потому что, видимо, таким образом удастся что-то провести и уж дастся что-то сделать. Посмотрим. Мне трудно доверять спикеру Джонсону, учитывая то, что он сделал до сих пор, но я верю в то, что желающих помочь Украине и их сильное настаивание на том, насколько это кардинально важно для нас, должно преобладать. Однозначно, потому что, если не остановить Путина, если мы его не остановим, благодаря также и западной помощи, и львиной части Соединенных Штатов Америки, этой помощи, мы благодарны за всю ту предыдущую, за новый пакет, который мы на 300 миллионов долларов увидели, да, пусть это немного, но все же что-то, и первый с начала этого года, Путин пойдет дальше. Он этого просто не скрывает ни в своей риторике, ни в своих действиях, ни в том, что он полностью поставил страну на военные рейки, открывает на границах с НАТО, которая расширилась благодаря ему тоже, Финляндии и Швеции, новые военные округи, и постоянно этим всем грозит. Бизнес-инсайдер пишет, что на самом деле у Европы не так-то много и времени у страны НАТО, потому что, возможно, в 2026 году Путин пойдет дальше и может начать нападение на Балтию или Финляндию. Мы это уже тоже слышали, и все больше, больше военных экспертов сейчас отмечают, что у Европы значительно меньше времени остается на подготовку к противостоянию, если продолжится в том же духе, так сказать. Это же тоже такие риски, насколько они действительно возрастают, когда Путин духорится какими-то победами, которых, правда, нет в Украине и готовится еще больше к этому. И осознают ли эти риски в Вашингтоне? Абсолютно осознают. И даже ситуация, мне кажется, в Вашингтоне двувеликая, двуликая, потому что, с одной стороны, нужно показывать и проецировать уверенность о том, что Соединенные Штаты никуда не уходят, говорить о наших союзниках, о планах на будущее, а с другой стороны, создавать это критическое понимание, что Трамп очень может прийти к власти, и тогда накрывается все. Тогда могут, я не знаю, депортировать украинцев в Соединенных Штатах. Непонятно, что может произойти в этот момент, поэтому ситуация очень такая непонятная. Они пытаются два лица показывать одновременно. И в результате, да, и, конечно, я рад, что Трамп напугал всех, и теперь все понимают, что, возможно, два процента это недостаточно, и говорят про три процента ВВП, которые нужно тратить. Кажется, Польша про это говорила. Замечательно. Мне кажется, что сейчас понимание, и даже Макрон в своем, как бы, таком, как он переменил радикально курс, оставаясь, это, наверное, единственный политик, который так, знаете, Трамп наоборот говорит, я был прав, я даже удваиваю свою ставку, а Макрон в состоянии сделать невероятное для политика, и сказать, что, так сказать, на сто восемьдесят градусов поменять свою политику, и при этом еще подсказать, что это действительно аргументировано, и это имеет смысл, замечательно. Но это говорит о том, что мы оказались снова в Европе, в которой теперь Соединенные Штаты играют более лимитированную, менее большую роль, в которой каждая страна в Европе думает о своей безопасности, но при этом союз все равно имеет значение. Несмотря на то, что Трамп может прийти к власти, Швеция и Финляндия все равно очень хотели вступить в НАТО. Так что тут есть понимание, что даже несмотря на то, что Трамп может прийти к власти, мир не заканчивается в январе двадцать пятого года, после этого нужно продолжать существовать. Поэтому, как это дальше отразится на том, что будет происходить, мы увидим, потому что Россия может лопнуть в любой момент. Это прелесть диктатуры, в принципе, а до тех пор мы должны продолжать поддерживать Украину, работать вместе, строить коалиции. Это та важная часть политики Байдена, которая, мне кажется, является его наследием на будущее. это то, что просто насколько важно строить коалиции с другими странами, которые будут нас поддерживать, которые мы будем поддерживать, а всем тем, кто в Соединенных Штатах, кто говорит о том, что мы здесь вообще содержим НАТО, зачем? Единственный раз, когда была использована пятая статья, как вы знаете, договора НАТО, это когда страны-союзники пришли на помощь США после 11 сентября. Поэтому просто в Соединенных Штатах, к сожалению, очень большие проблемы с пониманием, что такое диктатура, что такое Россия. Смотрите, там же даже выборы вроде происходят. И вот в этом смысле, мне кажется, к сожалению, что выборы в России имеют определенные ощущения для того, что там как-то почти нормально. Но это почти нормально, самое далекое от реальности, что может быть, потому что там ничего нормального там нет. И давно уже не пахнет даже им. Глава МИД Финляндии призвала Запад не отказываться от идеи Макрона касательно отправки войск в Украину в разных форматах. Заявила об этом министр иностранных дел Финляндии Элина Волтонин. И помимо этого в Белом доме также прокомментировали возможность отправки войск НАТО в Украину. Говорит, мы свои войска отправлять туда не будем. Маджон Кирби акцентирует на этом внимание координатор Белого дома по вопросу нацбезопасности. В то же время он отмечает, что вопрос введения войск в Украину суверенное решение каждого государства. Не вправе решать, как им действовать относительно этого вопроса. Такую дискуссию запустил Макрон, которая только разворачивается, так мне кажется. И что мы видим в заявлении и оценке Джона Кирби? Я думаю, мы видим то, что ситуация продолжает разворачиваться. И спасибо Макрону за то, что он открыл эту тему. И теперь мы продолжаем ее обсуждать. Как мы видим, эта тема не покинула новостные ленты. И значит, теперь будет продолжаться демократическая дискуссия. И так работает демократическое общество. Когда такие идеи как бы поднимаются на флаги, мы смотрим, если люди реагируют. И мы видим, что, конечно, в Украине реакция суперпозитивная. Потому что Украина, мне кажется, была бы очень не против, если бы войска других стран приняли более активное участие. И трудно не согласиться с этим. И потому что украинцы страдают, и потому что Россия зло. Но есть значение союза. Почему Швеция и Финляндия вступили в НАТО. Потому что важно быть в этом оборонном союзе, который может противостоять России и может противостоять этому злу. я вижу, что президент призывает всех, как сказать, я думаю, что тут сейчас момент для роста НАТО. Момент для того, чтобы Швеция и Финляндия и Союз усиливал свою мощь, потому что deterrence, являющийся ключевым концепцией американской военной доктрины, которая говорит о том, что у нас должно быть настолько много оружия, чтобы никто даже не подумал о том, что на нас нападать, возможно, это стратегия, которая должна быть принята в этом смысле Европой, которая может настолько вооружиться, что, в принципе, может перепугать Путина, который может решить, что все-таки, как он раньше, не воевал с НАТО, не сейчас не воюет с НАТО и в будущем не будет воевать с НАТО, если он будет продолжать бояться НАТО. Ну, значит, в правильном путем идем, товарищи. Все, как они любят. Да-да-да, потому что пугать умеет не только он. И, как напоминает тот же Макрон, у нас тоже есть ядерное оружие. Вот такие хорошие месседжи. Юрий, как там ваш товарищ, который призывает вооружать Украину, чтобы не было вот потом таких вопросов о возможной отправке солдат других стран? Мы всегда можем сами дать отпор врагу за себя и если только есть помощь и вооружение, да даже и говорит Зеленский, мы не просим вести войска, мы просим просто помочь нам оружием и деньгами, а мы имеем силы и имеем возможность дабы давать отпор. И если можно, пусть ваш знакомый тоже скажет, что именно и насколько сильно мотивирует также жители Америки призывать давать нам помощь в виде вооружения, насколько успехи наших вооруженных сил мотивируют, дабы уровень поддержки оставался не то, что на прежнем уровне, а и выше и открывают глаза таким, как Джонсон. Во-первых, я хочу представить, спасибо, Ирина, за возможность, я хочу представить замечательного художника Каната Ибрагимова. Очень приятно. Каната Яна, который, ну, эвакуант, из Украины. Да. Вот он рвется, сейчас разыгрался, но мой стейтмент, вот этот кот Ян, когда случилось в 22-м году нападение на Украину, вторжение в Украину, этот кот оказался на датчик, в зоне вторжения русских войск, и его не могли долго вывести с территории этих дач, и только засыпали корм, и он там, ну, отпустим сейчас его, потому что он приходит. И он, значит, видел весь ужас, вот как грохотала вот эта техника десантная, расистская, как летели вот эти ракеты, он слышал артобстрелы, и только через того, после того, как терроворона и ЗСУ отогнали русских от Киева, его смогли с дачи забрать. Ну, результатом стало, к сожалению, то, что котик заедал свой стресс, и он немножко, и у котика у меня немножко как раз излишний вес из-за этого. Так что, мой степь этот котик, что нужно arm Ukraine, что доводить, чтобы коты замечательные украинские и не только коты оказывались в зоне оккупации, чтобы они страдали потом от переедания, там, не знаю, от обращения к психологии, докторам. И единственная моя забота, чтобы все русскоговорящие американцы и все остальные безусловно говорили только одно arm Ukraine, потому что если, как сказал наш президент Джо Байден, если сейчас мы не дадим замечательному украинскому народу оружие, то будут воевать наши дети, наши солдаты великанские. Поэтому единственное желание, чтобы до Перл-Харбора не дотянуть, чтобы быть мудрее, чтобы доказать, что 80 лет относительной свободы мира, что они не стерли память, не превратили наш народ в розовые пони. И еще вторая забота, чтобы не допустить Трампа к власти, потому что уже одну каденцию Трампа здесь пережили. Мы помним безобразие, безумие, конечно. Поэтому для нас Трамп это Путин. Трамп это Путин. Поэтому все здравомыслящие американцы, все русскоговорящие, к сожалению, которые родились в этом люди, все они придут, надеюсь, и проголосуют против Трампа. То есть за Джозефа Байдена, без всяких спекуляций. Там какие-то независимых кандидатов. Это тоже как электоральный обман. Расточиться в голоса, чтобы свингующие штаты и колеблющихся выключить из борьбы. Это самый сегодня этот год решающий, и мы все будем вместе с Готом Янов голосовать за Джозефа Байдена и Arm Украина. Более того, у нас здесь калифорнийская инициатива появилась, из Штатов отправлять. Ф-150, это не Ф-16, конечно, истребить, но это траки, знаменитые американские траки, бэушные, секонд-хендовские, но они вполне на ходу, очень тяжеловесые, 4 на 4. Мы можем их в неограниченном количестве с Калифорнии отправлять, но только не дилерам, которые будут потом перепродавать украинскую армию, а непосредственно ЗСУ. И если вы после этой передачи обратитесь к Юре или ко мне, ну, естественно, все, мы обеспечим бесперебойный поток вот этих вот трактов. Поставим ссылки. Это будет фантастика. Да, это... Посильный вклад. Посильный вклад в Украину, победа в Украине. Слава Украине. Героям славы. Лютая смерть врагам. Спасибо. Однозначно. Спасибо вам огромное. Слава нашим воинам, смерти российским оккупантам всем и кримовскому режиму. Да, действительно, таких вот траков это на фронте очень расходный материал и очень нужен. А мы еще и в свою очередь, кстати, наш канал на те машины, на те такие пикапы, мы умеем их оборудовать средствами рэп, поэтому они стоят для врага такими не такими уж и незащищенными. Обязательно об этой инициативе, я думаю, мы, Юрий, с вами поговорим и пообщаемся и будем ее продвигать. И хорошего украинского кота никогда не бывает много, как и вот таких хороших инициатив и хорошего оружия для Украины. Супер просто, Юрий, что есть вы, что есть вот такие наши друзья и теперь уже общие знакомые. Всегда рады видеть и слышать. Благодарю вас за этот разговор, за вашу позицию и просто за вас. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо вам, Ирина. Как всегда, безумно приятно. Друзья, надеюсь, вам так же. Поэтому, если это действительно так, пожалуйста, поставьте лайк нашему разговору, пишите свои комментарии касательно тех тем, которые мы обсудили и подписывайтесь на YouTube Юрия Рашкина, Рашкин Репорт и можно найти его в описании под этим видео и на YouTube 24. Это поможет нашим беседам продвигаться его просторами. Как видите, весьма это нужное дело не только для нашей работы, но и для тех инициатив, идей и смыслов, которые мы в наших разговорах обсуждаем. Ирина Узлова была. С вами был Юрий Рашкин, общественные политические деятели Соединенных Штатов Америки. Спасибо, что приходите и доверяете. Берегите себя. Увидимся и победим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok